Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в рамках библейского портала экзегет мы продолжаем чтение книги Экклесиаста или Проповедника. И сегодня мы читаем вторую главу. Условно, вторую главу можно заглавить «Что я приобрел, когда попытался взять от жизни все». Это действительно очень интересный текст. Здесь Экклесиаст говорит «Сказал я в сердце своем, дай, испытаю я тебя весельем и насладись добром, но и это суета. О смехе сказал я глупость, а веселье, что оно делает?» О чем это? Он говорит «Попытался я найти радость и блаженство и счастье и наполнение внутреннее в веселье». И начал шутить, развлекаться, но тут понял, что смех – это глупость. И все это суета. Почему суета? Потому что ничего он мне не дал, ничего он мне не прибавил. То есть смех на самом деле вещь неплохая. Смех – вещь, которую нужно уметь использовать. И, к сожалению, некоторые у нас относятся к смеху и к шутке и к иронии чрезмерно строго. Но из церковной традиции мы знаем, что смех помогает и проповеди, помогает и хорошему разговору, и донесению своей мысли. И мы видим, что и святые, и апостолы допускают какие-то шутки или иронию в своих текстах. Мы знаем истории из потеряков, когда святые старались пошутить, чтобы немножко разрядить обстановку или чтобы донести свою мысль. Но, по сути, ничего смех сам по себе человеку дать не может. И поэтому посвятить свою жизнь смеху, посвятить свою жизнь тому, чтобы смеяться или чтобы кого-то смешить – бессмысленно. И это суета, говорит экклесиаст. Потом вздумал я в сердце своем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости. «Доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей». Здесь вот экклесиаст объясняет, зачем он это все делает. Он говорит, хочу понять, что вот под небом, вот в этом материальном мире, может быть хорошо для человека. Хорошо в том смысле, чтобы потом не было осадка, чтобы не было опустошения, вот что-то хорошее, что может меня наполнить. Хорошо вот в том смысле, в котором Господь при сотворении мира смотрит на мир и говорит, вот это хорошо, закончено, завершено и гармонично. И вот экклесиаст ищет этого хорошо, ищет того, на что можно посмотреть и сказать, вот это наполняет мою жизнь смыслом, привносит в мою жизнь гармонию и удовлетворение. И поэтому, поскольку он был мудрый человек, он решил временами вести себя как глупый человек. Ну, такое настроение в жизни у нас тоже бывает, когда вот прям хочется нарваться на конфликт или хочется вот взять и какую-то глупость совершить. И экклесиаст решил допустить себе такую возможность и говорит, что решил я вести себя как глупый и пить вино. Вообще в Библии часто связывается глупость и винопитие. И, в принципе, вот как в вине нет ничего плохого, так и в отсутствии человеческой мудрости, по сути, ничего плохого тоже нет. Потому что в библейском контексте настоящая мудрость, и это говорится в притчах Соломона, в притчах того же автора, настоящая мудрость — это познание судеб Божьих и познание Божьих заповедей, познание законов духовного мира. Вот это настоящая мудрость человека. А настоящая глупость — это неумение жить по законам духовного мира. Ну, потому что есть законы духовного мира и есть законы мира материального. И если человек выходит в окно с седьмого этажа, то ему как минимум будет больно. Вот то же самое в духовном мире. Есть заповеди, законы, которые рассказывают, как этот духовный мир работает. И глупость с точки зрения Библии и с точки зрения, кстати, самого Соломона, потому что он об этом пишет в притчах, глупость — это не познание судеб и законов Божьих. Так вот, в человеческой глупости, то есть в отсутствии мудрости, ничего фатального нет. Потому что бывает человек простой. Бывает человек, ничего не знающий особо о жизни, о науке, о законах материального мира, но человек искренний. И этот искренний человек может быть добрым и может быть благочестивым и может быть угодным Богу намного более человека мудрого. Поэтому ни в человеческой немудрости, или, мы сказали бы, глупости, ничего такого фатального нет с точки зрения Библии и с точки зрения законов Божьих. И в самом вине ничего плохого нет, потому что отец Соломона, пророк Давид, говорит, вино веселит сердце человека. Вино в нужном количестве, в небольшом объеме нужно для того, чтобы пошел разговор, чтобы пошла беседа. Если им не злоупотреблять, если знать небольшую меру вина, то по сути в вине тоже нет ничего плохого самому по себе. И поэтому Соломон пытается исследовать вино и пытается исследовать и глупость, человеческую глупость. То есть вести себя как человек немудрый. Ну, а что из этого получается? В этом всем Соломон пытается найти, что хорошо для сынов человеческих. Почему именно в этом? А потому что многие люди пытаются найти удовлетворение для своей жизни или в глупости, или в вине. И это было как во времена Соломона, так и зачастую сейчас. И дальше, и здесь Соломон приходит к пониманию, что это все суета, и говорит дальше о своей жизни. Я предпринял большие дела. То есть, ну, вроде как и попьянствовал, вроде как и пожил как глупый человек, но решил и какие-то свершения сделать. И говорит, построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил сады и рощи, насадил на них всякие плодовитые дерева, сделал водоемы для орошения из них, для орошения из них рощи, произращающих деревья. Приобрел себе слуг и служанок, и были у меня домочадцы, и крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Ну, кстати, мы знаем о Соломоне, действительно, что у него было огромное богатство. Собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей, завел у себя певцов и певиц и услаждение сынов человеческих разные музыкальные орудия, и сделал себя великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя прибыла со мною. То есть здесь Соломон ищет утешение в богатстве и в таком самоутверждении, что ли. Он говорит, я стал великим и богатым, и даже мудрость моя осталась со мной, то есть я перестал завести себя как глупый человек. Но и это, как мы понимаем из контекста книги, не принесло ему счастья. То есть самоутверждение в чем-то и даже самореализация в каких-то материальных вещах, когда человек живет под солнцем, под небом, когда человек живет вне контекста духовной жизни, ничего душе человека не дает. И здесь перечисляются и дома, и рощи, и скот, то, чем обычно люди исчисляли богатство. Здесь исчисляются слуги, домочадцы, то есть это родственники и семья. Здесь перечисляются музыканты, музыкальные орудия, то есть все атрибуты роскошной жизни. Но в этом не находится покоя сердцу эглесиаста. Почему об этом говорит книга? Потому что и до ныне некоторые люди пытаются искать удовлетворение своей души, пытаются найти это хорошо, о котором говорит эглесиаст, то есть найти гармонию и смысл и наполнение в богатстве. Но бывает, что человек стремится к какой-то сумме, потом ее получает. После этой суммы, сколько ни прибавляй, качество жизни не изменится. И вот Соломон, познав вот эту вот роскошную жизнь, он понимает, что он не приобрел этого хорошо, и что в сердце все равно пусто. И дальше говорится в книге. «Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долей от всех трудов моих». Но, казалось бы, кому не хочется приобрести все, что пожелает взгляд, и что пожелает сердце. И Соломон допустил себе эту возможность. Он говорит, что все, что ему хотелось, он приобретал. Все, чем бы хотел заниматься, всем занимался. Здесь можно сказать, что Соломон, экресиаст, говорит и о том, что мы бы назвали хобби. То есть он говорит, я хобби и шоппинг. Говорит, приобретал все, что хотел и занимался всеми теми делами, которыми хотел. И опять же здесь перечисляются такие вещи, в которых до сих пор люди часто ищут утешение своей душе, приобретение каких-то вещественных благ и занятия всякими разными интересными делами. Это может быть спорт, это может быть творчество. И когда человек ставит себе конечной целью занятие разными интересными делами, он в конце концов, когда преуспеет в этих делах, когда научится, поймет, что эти дела не приносят ему вот этого состояния удовлетворения, не приносят ему этой гармонии наполнения, не создают в его душе вот это хорошо, которое пытается исследовать Соломон. «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». На секунду вместе с Соломоном мы можем оглянуться на свою жизнь. И неважно, сколько мы прожили, 15 лет, 25, 50 или 70. Если мы посмотрим на все дела, которые мы делали в этой жизни, на образование, на свою работу, на какие-то свои увлечения, на свершения, на свои достижения, которых мы добились, если мы на все это посмотрим честно и рассмотрим ценность всего этого, мы увидим, что в этом действительно нет никакой пользы. Потому что в конце концов мы умрем. А об этом Иклесиас неоднократно скажет. И все это исчезнет. И наше образование, и плоды наших трудов, даже если они поживут какое-то время, они исчезнут. А если даже останутся, то люди забудут, кто это сделал. Поэтому по большому счету все наши труды за всю жизнь не имеют никакой ценности. Но когда мы так смотрим на свою жизнь, кажется, а зачем жить-то тогда вообще? Родить детей? Так есть люди, у которых дети не родятся. А если дети родятся, так они тоже умрут. И в конце концов, когда мы станем прапрадедушками и прапрабабушками, навряд ли наши праправнуки уже даже вспомнят, как нас звали. А если вспомнят, как нас звали, то навряд ли смогут рассказать, как мы жили. Но за исключением каких-то особенных случаев. Но пройдет два века, пять веков, десять. И из имен многих миллиардов людей на земле, и из трудов многих миллиардов людей на земле, останутся отдельные блеклые имена и отдельные еле сохранившиеся памятники. И вот если действительно посмотреть на свою жизнь и понять, что все это бесполезно и бессмысленно, вместе с эгресиастом, встает вопрос, а жить-то зачем? Но мы уже говорили об этом раньше, в предыдущих беседах, то, что книгу эгресиаста нужно уметь правильно читать. И если мы читаем эту книгу без подготовки, без понимания, о чем пишет проповедник, то нам кажется, что он пишет о том, что чем бы я ни занимался, что бы я ни делал, все это плохо, все это суета, удовлетворение не приносит, бессмысленно, тщетно, ну и вообще легче сразу лечь на кровать и помереть. Но в книге эгресиаста неоднократно мы будем встречать такие моменты, когда он из перспективы под небом и под солнцем как бы мыслью прорывается наверх. И в следующей, в третьей главе мы встретим этот стих, о котором уже упоминали раньше, о том, что все сотворенное Богом пребывает вовек, и к тому нечего прибавить, и от того нечего убавить. Вот здесь Соломон ищет, что такое хорошо, но не как в известном стихотворении, что такое хорошо, что такое плохо, а хорошо в смысле, что привнесет душу гармонию и наполнение. И он находит это. И в следующей главе он об этом скажет. И если мы заранее упомянем этот стих, и если мы заранее будем знать об этом ключе книги Экклесиаста, то тогда и все остальное начинает играть совершенно другими красками. И действительно, если мы посмотрим на свою жизнь, представив себе на минуту, что Бога нет, и что нет вечности, и что нет духовной жизни, то, скажем честно, все, что мы здесь делаем, все это бесполезно и бессмысленно. И Экклесиаст пытается вместе с читателем дойти до осознания этой бессмысленности, дойти до этого нижнего градуса тоски и уныния, чтобы человек понял, что ограничившись пространством под небом, ограничившись пространством материального мира, счастье найти невозможно. И об этом говорит человек, который имеет право так говорить, потому что он говорит, я познал все, я приобрел все, что хотел, я занимался всеми делами, которые меня интересовали, я приобретал мудрость, но и вел себя и как глупый, я и в конце концов и винопитием занимался, и все в своей жизни познал, и пришел к выводу, что все суета, все, что происходит под небом. И обратился я, чтобы взглянуть на мудрости, безумие и глупость, ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано. Ну, то есть, опять возвращается Игрися к теме мудрости и глупости, потому что, говорит, не каждый сможет познать этот опыт, не каждый сможет приобрести все, что приобрел я, и заниматься таким же количеством, огромным количеством дел, которыми я занимался. Я говорю из своего опыта, не каждый может мне поверить, но мудрости и глупости следовать может каждый. И он говорит, обратился я к мудрости и глупости и увидел, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою. «У мудрого глаза его в голове, ну то есть как бы на месте, глаза его на месте, как говорит Экклесиаст, а глупый ходит во тьме. Но узнал я, что одна участь постигает их всех. И сказал я в сердце моем, и меня постигнет та же участь, как и глупого, к чему же я сделался очень мудрым. И сказал я в сердце моем, что и это суета». Очень интересный текст. Экклесиаст говорит, в чем преимущество мудрости над глупостью? Ну, преимущество света над тьмой. То есть мудрость позволяет человеку ходить без притыкания, потому что мудрость вставляет человеку глаза на место. О какой мудрости он говорит? Он говорит о мудрости житейской. То есть человек, имеющий житейскую мудрость, приобретающий ее из книг, из опыта других людей и из собственного опыта, вот в этом контексте земной жизни может очень удобно и комфортно жить. И об этом, кстати, Господь говорит в Евангелии. То, что сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. То есть есть люди, которые просто по устроению своего сознания, по устроению своей жизни, они более приспособлены к этому материальному миру. Это не мешает людям спасаться, это не мешает людям познавать царство Божие. Но есть люди более приспособленные к жизни в материальном мире, а есть менее приспособленные. И вот Соломон говорит, человек мудрый, житейский, более приспособлен к жизни в материальном мире. И он может ходить в этом мире, не спотыкаясь, пока не упадет в могилу. Куда в конце концов упадет и глупый. И сказал он, меня постигнет такая же участь, как глупого. Зачем я всю свою жизнь приобретал эту мудрость? Человек сидит на склоне лет и понимает, что он огромное количество времени своей жизни потратил на приобретение житейской мудрости. Как управлять государством, как вести хозяйство, как выстраивать отношения дипломатические, как выстраивать просто отношения с людьми и так далее. Как заниматься огромным количеством государственных или бытовых дел, и тут понимает, что по сути все это абсолютно ничего. И здесь очень интересные выводы для себя приобретает агрессиаст. Очень искренний рассказ. Он говорит, мудрого же не будут помнить вечно, как и глупого. И в предыдущие дни все будет забыто. И, увы, мудрый умирает наравне с глупым. И возненавидел я жизнь. «Потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа». Если мы пробежимся по этому тексту и не остановимся на его смысле, то нам покажется, что это одна из кульминационных точек гимна унынию. Но не все так просто. А точнее, не все так сложно. Потому что мы же знаем контекст этой книги. Так вот, экрессиаст говорит, забудут и мудрого, и глупого. Но даже, может быть, имя его кто-то вспомнит. Но серьезно, на протяжении нескольких тысяч лет еще, может быть, кого-то сильно выдающегося будут помнить. И то не обязательно. И все умирают. И если мы представим себе, что духовной жизни нет, то разницы никакой. Но экрессиаст-то знает, что духовная жизнь есть, и что Господь есть, и что духовный мир существует. И поэтому он говорит, я возненавидел жизнь в том смысле, которым используется слово «жизнь» по отношению к жизни материальной и к жизни временной. На старости лет он дошел до этого понимания, но дошел до него опытным путем. и говорит, стали мне противны все дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа. То есть, если мы понимаем, что экрессиаст-то в курсе, что над солнцем тоже что-то есть, что духовный мир реален, тогда эти слова, они приобретают совершенно другой смысл. Если мы просто читаем, возненавидел я жизнь, и противны стали все дела, которые делаются под солнцем, им кажется, что экрессиасту, проповеднику стало противно все и все. Но, если мы понимаем контекст книги, мы понимаем, что ему стало противно все, что не связано с духовной жизнью. Ему стало противно все, что не связано с вечностью. Все, что в этой вечности не остается. То, что не дает остаток, как говорил Господь в Евангелии, «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и приобретайте себе сокровища на небесах». Вот ради этих сокровищ ищет экрессиаст. И возненавидел все, что эти сокровища ему не приносят. «И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня». Какие замечательные размышления. «И кто знает, мудрый он будет или глупый, а он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем». Какая человеческая интонация тут ощущается. То есть он говорит, «Я просто возненавидел все, чем я занимался, потому что я это хотел оставить своим детям. А откуда я знаю, как они этим распорядятся? Может, они вообще будут глупыми? Может, они все... Вот все, что я собирал столько лет, они все пустят по ветру. И смысл тогда от моей мудрости и от того, что я все это собирал. Потому что иной человек трудится мудро, со знанием и успехом и должен отдать все человеку, который, между прочим, не трудившемуся в том, как бы часть его. То есть должен отдать человеку, не трудившемуся, то есть потомкам. Или это будут дети, или это будут наследники, которые... Они как бы выходят в жизнь, и это богатство уже часть их жизни. Они не заработали. Они не потрудились. Обидно же. Но я столько работал, столько лет, и все, что я наработал, а если мы на секундочку представляем, что мы ограничиваемся пространством под солнцем, что нет контекста вечности, вот все, что я за эти годы заработал, достанется неизвестно кому. Или даже, может быть, известно кому, но как он себя поведет, непонятно. Может, он все это растратит. Может, даже он это приумножит. Но все равно обидно. Всю жизнь работал, и дальше ты идешь в могилу, а все, что ты за эту жизнь сделал, просто, ну вот, без труда и без каких-то усилий передается другому человеку. И даже если ты будешь не наследник, ну, это... Твое имущество просто распределится с тем людям, которые, ну, здесь не трудились. Вот. И говорит экклесиаст, и это суета и зло великое. Зло великое и для того, кто оставляет, потому что если человек ограничен контекстом под солнцем, то ему трудно это все оставлять другим людям. Ну, и столько лет работал, трудился же, ну, вкладывал душу, в конце концов, в материальное богатство. И зло, и для того человека, который без труда приобретает. Потому что, ну, начало какой-то осознанной взрослой жизни связано с таким незаработанным трудом-капиталом. Поэтому он может не цениться, поэтому он может расточаться. И дальше говорит экклесиаст, ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его скорби и его труды беспокойства. Даже и ночью сердце его не знает покоя, и это суета. Ну, честно говоря, в нашей жизни действительно много трудностей, много скорбей, и все, что мы приобретаем, мы преодолеваем со скорбью. Так зачем же это все, если в конце концов все, ради чего ты претерпевал скорби, или исчезнет, или достанется другому человеку? И в течение дня ты работаешь и трудишься, и часто бывает и по ночам ты переживаешь о том, что нужно было бы или что нужно в будущем сделать или сказать. И даже ночью бывает, ты не спишь и размышляешь или даже трудишься, и сердце твое не знает покоя. Но и это все заканчивается тем, что или испаряется, или переходит другим людям, забывается, разрушается и переходит в ничто. Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что это от руки Божьей, потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него? Ибо человеку, который добр перед лицом его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму перед лицом Божьим, и это суета и томление духа. Здесь стоит сказать о том, что Экклесиаст предлагает видение, типичное ветхозаветное видение праведности. Он говорит, что Господь доброму человеку оставляет богатство, дает ему мудрость, дает ему знание, дает ему радость, а грешнику дает заботы и грешнику дает возможность копить только для того, чтобы его наследство перешло праведнику. С точки зрения Нового Завета, конечно, эти размышления уже не актуальны, потому что в Ветхом Завете есть одна проблема. Людям Господь пока еще не может дать возможность войти в Царство Божие. Люди еще помрачены состоянием греха и у них нет возможности спастись, нет возможности исцелиться от греха во Христе. Поэтому нет возможности получить духовных благ, нет возможности приобрести Царство Божие в сердце своем, чтобы потом в вечности в этом Царстве Божьем жить. Все праведники Ветхого Завета находятся в состоянии отлученности от Бога. До Христа не было ни одного человека, который мог войти в Царство Божие. И поэтому Господь часто утешал праведников какими-то материальными благами. И Соломон, экклесиаст, видя это вокруг, говорит, я понял, что даже в труде нет ценности. Потому что если Господь видит, что ты где-то грешен, Он тебе не даст пользу от твоего труда или не даст тебе мудрости и знаний, тебе будет слишком тяжело все это делать. А в конце концов Он передаст это праведнику. По большому счету весь этот абзац, весь этот отрывок про то, что суета не только в труде, не только сам труд суета, но даже не факт, что потрудившись и приложив усилия, ты получишь результат. Потому что все это зависит от Бога. А как Господь все это решает, это Его суды, и Его видение. И поэтому Соломон понимает, что даже трудиться и приобретать какие-то материальные блага, и приобретать какие-то свои знания и так далее, в этом нет какой-то ценности. В этом нет самоценности. Потому что если Господь не захочет, твой труд не даст никакого плода. и если мы представляем себе, что за гробом ничего нет, то все наши труды и все наши попытки что-то оставить после себя, все это суета и томление духа. Томление духа. Дух человеческий хочет мира, дух человеческий хочет покоя, дух человеческий хочет радости, хочет быть наполненным, хочет гармонии. Но когда этого нет, дух томится. Он не находит в себе покоя. Он не может никак прийти в то состояние, которое можно было бы назвать словом хорошо. И если мы на минутку представим, что нет Бога и нет вечной жизни, и что мы все живем только в пространстве под солнцем или под небом, то тогда действительно и наши труды, и наше приобретение суета, и все, что в этой жизни можно попробовать, и все развлечения, и все радости, и веселье, все это тоже суета. И когда человек трезво себе и честно сознается, что в этом материальном мире все обесценено, тогда для него и призыв брать от жизни все становится тоже бессмысленным, не имеющим ценности, не приносящим радости. Потому что главное, чего человек хочет добиться в своей жизни, это чтобы душе его было хорошо, чтобы в ней был мир, чтобы в ней было наполнение. А это наполнение невозможно приобрести ни в чем, что находится под небом, то есть в пространстве материального мира. Игорь Негода